Когда я еще учился в Ленинграде, в семинарии, был на каникулах, ездил обратно, не было прямого рейса самолета. Раскупили. В Ленинград пришлось лететь через Прибалтику. Не помню, что ли это в Литву или Латвию. И мы приземлились, ну надо какое-то время подождать, сесть на другой самолет, дальше лететь с пересадкой. И вдруг с сыном начинается рвота. А ему тогда было три годика. Вот. Ну, что-то надо предпринимать. Там же есть медпункт, конечно. Мы пошли туда, говорят, ну такое состояние, мы вам не советуем. Мы сейчас дадим вам справку, ее перелетируем на следующий раз. Ну всего-нам все через час. Через час. Ну я себе думаю, да, через час-то через час. Мосты поднимутся, а аэропорт на той конце города, а я на этом. Такси не возьму, домой не прилечу. Буду в аэропорту. Мосты говорит, что дороже, переночать в аэропорту или здоровье сына? Говорю, ну конечно, здоровье сына. Смирился, смирился. Ему дали успокоительные, дали какие-то шоу. Он уснул даже. Он уснул. Вот здесь и уже рейс наш объявляется. Я пошел, переарестрировал. Садимся на новый рейс. Прилетаю в Ленинград. И странно, в первую очередь, да, пожарные стоят, воды полно налита, скорые стоят. Наш самолет сел на пузо. Тот, что мы должны были лететь. Разве это не чудо? Да, нам было ему вот такое заболевание, странное оказалось, что они сами не поняли, что. Но мы не полетели. И мы домой попали. Главное еще, при датчике. Министерство меня не понял, что к чему эти стоят. Мы какие-то учения. Значит, мы выходим. А таксист бегает по, как говорится, по платформе. И говорит, кому-кому на ту сторону, скорее-скорее, мосты разведутся. Мы ускакиваем в этот такси. Практически мост на развод, а он на перелет. Приехали, все нормально. Успели. Утром включаем новости. Да, наш самолет. А наши седушки-ребенки, как это были уже первые хорошие места, казалось бы, да, там Ленинград, Лидов, и прочее, но не первые. Если сорвется седушка прямо в стенку. Почему так делают? Не только здесь, даже в «Ласточке» я ехаю. Инвалидам дают первые места. Если что, не знаю, куда он. Прямо в стенку головой. Не на седушку впереди стоящую, а прямо в стенку. Ну, может так, говорят, инвалид, все равно какая там разница. Стукнется так и будет. Не знаю, в чем дело, в чем суть. Короче говоря, вот в том, что наши жизни были сохранены. Мы действительно в передней седушке, не было бы никого. Ребенок расслабился, не привязался. Кинуло бы, и что значит, чем бы все это кончилось. Все. Это мгновение. Это многое чего меняет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...